Следующая тема — это советы по работе с космоснимками в арнист-дестоп. На самом деле не только с космоснимками, а с любыми растрами, с которыми вы работаете. Может быть, это и какая-то геофизическая съемка, или это беспилотники. Ну, в общем-то, все, что хранится в расовых форматах, типа GeoTiff, JPEG или какие-то другие форматы. Соответственно, тут большое многообразие. Здесь того, как можно работать с космосъемкой, да, это такая вариация пикселей. Здесь такой интересный пример, что съемка ланса, да, она вот по виду очень похожа на картину Ван Гога. Но, в общем-то, суть какая, что нету какого-то традиционного подхода к обработке космоснимков. Много очень параметров, соответственно, много нюансов. И здесь хотелось бы вам показать такие самые базовые, чтобы вы с ними как бы обходили их, решали эти проблемы легко. Потому что часто, когда пользователи неопытные, раньше не работающие с данными, большими данными в виде растров, получают какие-то ошибки или, наоборот, медленно все работает, они грустят, да, и считают, что это либо софт виноват, либо данные не те. Но, на самом деле, возможно, просто не хватает немножечко знаний. Соответственно, первое, что нам надо сделать, это хотя бы просто открыть наш растр, да, и посмотреть, что там за картинка. Соответственно, есть такой инструмент в Argus, давным-давно существует, построение пирогидных слоев в статистике. О чем идет речь? Растры – это обычно большие по объему файлы, ну, могут занимать там десятки и сотки гигабайт один файл. И, соответственно, чтобы его открыть, требуются значительные вычислительные ресурсы. Но мы можем программе помочь, построив предварительно некоторый сопроводительный файл, который будет ускорять отображение. Это так называемые пирамиды. Статистика дополнительно необходима для того, чтобы хранилась информация о том, какие значения цветов минимальные, максимальные и средние существуют, просто чтобы настраивать визуальное качество отображения. Так вот, есть уже готовый инструмент. Он запускается первый раз, допустим, при получении этих данных. И дальше в папке с растром будет храниться сопроводительный файлик. Ну и, чтобы подтвердить, что этот файлик необходим, сейчас проиллюстрируем это на примере. У меня есть мозаика из снимков Lansat 8 на Чувашскую республику. В общем-то, если это посмотреть в папке, то этот файл занимает 6,5 гигабайт. 6,5 гигабайт – такая вырезная мозаика в виде формата Geotiff. В общем-то, сейчас никаких пирамид не построено. Если мы ее стандартным способом перетащим в ArcMap, тут высадится окно «Построить пирамиды» как раз те самые. Мы проигнорируем это сообщение, скажем «нет». И, в общем-то, дальше вот здесь у нас внизу пойдет отображение, что этот растр прорисовывается. Ну, в общем, прорисовываться он будет несколько минут, скорее всего. И потом, если вы захотите наложить свои векторные данные и сверху будете менять масштаб, то вот эта вся прорисовка, она будет также продолжаться медленно выполняться. Ну, соответственно, мы… давайте это остановим, удалим из проекта. Давайте даже лучше обновим проект. Что мы сделаем? У меня заранее были построены пирамиды, я их просто в отдельную папку сохраню. Тут есть несколько вариантов пирамид. Сейчас объясню, почему. Файлик, это называется OVR, он занимает некоторый размер, ну, некоторый объем от основного исходного файла. Дальше объясню, как его можно посчитать. Так, ну вот 803 мегабайта от 6,5 гигабайт основного. Копируем его и добавляем как бы в то место, где у нас основной снимок. Опять же, когда вы инструмент будете запускать, этот файлик OVR будет создаваться автоматически рядом с изображением. Так, скопировалось. Что-то не похоже. Так, вырезать. А, скопировалось. Отлично. Так, теперь делаем то же самое. Тот же самый файл. Перетаскиваем. Ну, очень быстро, да, эта мозаика на всю республику отобразилась. Можем перемещаться по масштабам, быстро прорисовка происходит. А, собственно, почему? Потому что были построены пирамиды. Значит, для построения пирамид, ну, вот, рекомендую использовать инструмент. Их там несколько вариантов. Можно каждый файл по отдельности, а есть в пакетном режиме. Инструмент построит пирамидную свою статистику. Просто задаете указание на папку, он просканирует все под папки этот инструмент. Если там есть растр, он для каждого растр построит отдельные пирамиды. Очень удобно, да, то есть в пакетном режиме это все выполнить. Дальше. Вот эти пирамиды у нас разного размера бывают. Ну, первая табличка говорит о чем? Что если без пирамид, у нас вот эта мозаика в виде вот этого примера адресовывалась бы где-то примерно 2 минуты, да, и засекал там на своей рабочей станции. Соответственно, с пирамидами, ну, там, несколько долей секунды, да, практически моментально. Соответственно, пирамиды бывают разные по размеру. В зависимости от того, какие настройки вы сделаете. Соответственно, самый маленький по объему размеру пирамиды 210 мегабайт от 6,5 гигабайт, да, то есть соотношение 3%, без первого уровня детализации. О чем идет речь? У нас есть вот наш растр в общем масштабе, но у него есть какое-то оригинальное разрешение. В данном случае это 15 метров. То есть мы можем приблизиться к определенному масштабу, который, грубо говоря, описывает оригинальное разрешение растры, ну, где-то вот 1 к 100 тысячам, плюс-минус. Соответственно, на таком масштабе мы уже просматриваем маленький кусочек изображения. Поэтому, может быть, для него пирамиды и не обязательно строить, потому что программе уже проще отрисовать оригинальное, во-первых, разрешение, без всяких ресемплингов, и небольшую территорию. Поэтому мы можем в настройках пирамид отказаться от построения пирамид на первый уровень детализации. Соответственно, они будут совсем небольшие пирамиды. Можем сделать, вот как я добавлял, все уровни. Тогда он будет чуть больше, 12% от основного объема занимать. Ну и если мы выбираем, что у нас пирамиды внутри не сжимаются, то он, ну, как бы гораздо больше объем сохраняет, но при этом выполняется быстрее, потому что внутри не происходит архивирования. В общем-то, оптимально это средний уровень, когда у нас, точнее, нет, извиняюсь, первый уровень не строится. То есть первый вариант, первый уровень не строится, сжатие по умолчанию, то есть и по времени оптимально, и по размеру. Теперь мы пирамиды построили замечательно, быстро, уже можем по изображению перемещаться. Теперь какие-либо настройки, которые мы хотим с изображением делать. Сейчас я добавлю исходный снимок. В общем-то, когда мы начинаем добавлять первоначальные снимки, у нас может быть такая картина. Картина будет выглядеть примерно следующим образом. Во-первых, у нас есть вот тут по бокам такой черный фон, который не очень приятен тем, что если у вас здесь есть подложка в виде карты, этот черный фон будет ее перекрывать. А во-вторых, если мы начнем приближаться к каким-то территориям, то они могут быть вот, грубо говоря, такими засвеченными. Да, и что, как нам от этого избавиться? Есть такое окно, оно автоматически не открывается, но оно есть в аркмейпе. Называется окно анализа изображения. То есть если у вас русская локализация, то у вас будет называться анализ изображения. Если по-английски, вот image analysis в разделе окна. Это, в общем-то, такой тулбар, набор инструментов, который сугубо для работы с растрами предназначен. Вы его можете также здесь закрепить на панели и открывать. Чем он удобен? Тут можно достаточно интерактивно управлять настройками. В частности, почему у нас такое засвечивание происходит? Потому что у нас здесь автоматически применена растяжка гистограммы и часть цветов просто потеряна. Мы должны вот этот параметр переключиться, если у нас пирамида и статистика построены, на minimax. То есть минимальные и максимальные значения у нас уже определены. Мы видим, что у нас изображение стало не таким ярким, но зато степень детализации гораздо повысилась. То есть у нас прорисованы в карьере все дорожки. Дальше мы здесь можем играться яркостью и контрастом. Да, здесь интерактивно. И настраивать поканально. То есть у нас цветная картинка формируется из трех цветов. Красный, зеленый, синий. Например, варьировать вот эти как раз диапазоны цветов. То есть у нас мы видим, что у нас диаграмма есть распределение по пикселам цветов. И вот здесь у нас, хотя границы стоят далеко, по сути цвета уже, ну как бы, значений практически нет. То есть мы можем сдвинуть эти границы. Что нам позволяет сдвигание границ? Тем, что у нас изображение становится более, ну такое, контрастное. Почему это происходит? Потому что у нас изображение оригинальное космосъемка 16-битное. Проект, экран выводит 256 цветов. И, соответственно, нам надо вот те цвета, которые засунули, ну как бы помещены в 16-бит, поместить теперь в 8-бит. Да, это 2 восьмой степени, 256 цветов. Поэтому мы можем вот этими настройками варьировать, чтобы настраивать визуальное качество. Ну, естественно, если вы как бы этим не хотите заморачиваться, можно выбрать уже готовые варианты растяжки. Но, опять же, я повторяю, да, что не все варианты растяжки, они пригодны. Например, вот это засвечивает. Да, ну, есть вот растяжка Ezra, да, в данном случае она тоже засвечивает. Хотя, зачастую, она является наиболее оптимальной. Теперь, разобрались, что тут можно настраивать визуальное качество. Теперь, что касается вот этого фона, черного. Есть кнопочка Background, ее активируем, фон автоматически удаляется. Да, то есть это у нас здесь все прозрачное становится. То есть если у вас есть подложка, то вы сразу здесь увидите, в принципе, все в нормальном виде. Но есть дополнительные настройки. То есть в данном случае вы каждый раз, когда будете, там, другой специалист откроет этот снимок, ему заново надо будет это настраивать. Как сделать так, чтобы эта настройка хранилась внутри изображения? В общем-то, откуда берется фон? Фон берется просто там в связи с некоторыми особенностями формирования растра. И он имеет некоторые значения цветов. Да, обычно это нулевые значения. Соответственно, мы должны в программе сказать, что эти значения NoData. Да, вот параметр NoData. То есть мы должны посмотреть, какие цвета у нас имеет фон. Он не всегда может быть нулевой цвет. И дальше в настройках как раз трудзадачно. NoDataValue равно нулю. Давайте посмотрим. В нашем случае. Отключаем. Выбираем идентификацию. Кликаем. Действительно, 0, 0, 0. Дальше, что мы делаем? Мы смотрим, из каких каналов формируется наше изображение. Настройка в свойствах. Ну, в принципе, мы здесь как бы визуально понимаем, что это какие-то цвета натуральные. Красный, зеленый, синий. Ну, может быть и другие. Ну, на самом деле здесь добавлены 8 АШ-каналов. Да, но мы визуализируем только некоторые. То есть вот цвет ТИФы. Нам важно понять, из каких ТИФов это складывается. ТИФ B1, B2. В общем, некоторые названия. Лезем в папку, где, в общем-то, исходный наш растр. Вот у нас эти файлики B1, B2 и так далее. В принципе, нам достаточно для любого файла выбрать, любой файл выбрать, который участвует в формировании этой картинки, выбрать свойства его. И здесь будет набор параметров, в том числе NoDataValue. Можем ее отредактировать и поставить 0. Поставили, применили. Так, теперь сейчас... Заново. Ну, в общем-то... В общем-то, видим, что фон наш исчез. Просто потому, что мы задали это в NoDataValue. В принципе, здесь нам уже никакую галочку вставить не надо. Так, что еще? Еще такое важное, что существует в Argus, это так называемая быстрая визуализация или так называемый растровый продукт. Когда у нас программа знает, что у нас за модель сенсора, например, известные различные спутники дистанционного зонтирования Земли, типа там, GeoEye, Iconos, WorldView, да, ну, в общем-то, плеяды, которые распространены. Когда вы... Или там, у Ansat, да, тот же. Когда вы RapidEye, вы добавляете эти данные в Argus, он автоматически понимает, что это за спутник, какие у него есть спектральные каналы, и он автоматически вам предлагает их сборки. То есть вот здесь в примере, да, у нас Ansat состоит из отдельных тип файлов, их 11 штук аж. И как понять, какой здесь черный цвет, какой красный, да, в общем, как собрать цветные композиты. То есть можно это делать промежуточными операциями. И, соответственно, это надо время дополнительно тратить, квалификацию иметь. Либо нам программа автоматически, вот здесь на картинке справа, предлагает уже готовые, там, черно-белый цвет, мультиспектральный, паншарпенинг, слияние черно-белого с цветными. Да, и вы сразу это можете визуализировать. Это, так называемый, растровый продукт. В данном случае мы его видим. Что это такое? Это сопроводительный файл, то есть это не новые файлы, которые сгенерировались в системе, а это некоторые их образы, да, то есть виртуальной памяти компьютера. И мы автоматически, соответственно, когда добавляем этот файл, система лезет в исходные файлы и вытаскивает нужные нам растры. Или несколько растров, да, вот как в случае с паншарпенингом, паншарпенингом происходит объединение. То есть если внутри посмотреть, то это вот цепочка преобразования, которую бы нам пришлось сделать вручную. С помощью вот этой функции растровый продукт, которая выглядит как... Для вас она будет выглядеть как... Если есть растр со спутником по диагонали, значит растровый продукт применен. Вот, поэтому если у вас есть такие стандартные данные, да, и вы видите, что у вас есть такой символ, вы его раскрываете, и у вас там уже есть готовые варианты, можете ими пользоваться. Так, что еще, на что бы я хотел обратить внимание. Есть такой набор данных мозаики, мозаик датасет. Не все им пользуются, но он может быть очень удобен, когда у вас приходит большой объем вот этих растров. Не обязательно, что это будет космосъемка, это может быть и рельеф, и любые другие растры. Вот здесь пример в табличке, да. У нас, например, есть два снимка Wonsat 8. Они, исходники, занимают 3,8 гигабайта. И от них мы создали мозаику. Там с сжатием пускай она будет 2,5 гигабайта. От нее еще создали такую же мозаику в инфракрасном диапазоне, то есть в другом отображении еще 2,5 гигабайта. То есть всего у нас в классическом варианте должно на диске храниться почти 10 гигабайт данных. Если мы создаем набор данных мозаики, мы можем, используя исходные данные, на лету к ним применять преобразования, которые совсем немного весят, и при этом, соответственно, у нас не будет вот этих промежуточных продуктов, которые занимают место на диске. То есть у нас по-прежнему будут храниться исходные снимки, и к ним небольшой файл с преобразованием, который будет занимать совсем немного места. Ну, соответственно, тут экономия налицо с точки зрения пространства, но и с точки зрения удобства тоже. Давайте на это посмотрим. То есть, опять же, все на том же примере с Чувашской республикой. В общем-то, для мозаики, которую я изначально показывал, потребовалось 2 снимка. Если мы возьмем эти 2 снимка, объединим в набор данных мозаики, соответственно, это формат базы геодерии, то есть, как его создать? В базе геоданных правой кнопкой мыши новый мозаик датасет, или в русской версии набор данных мозаики. Создаем и добавляем туда 2 наших растры. Ну, в общем-то, показывать не буду, как это, в принципе, в справке описано. Добавляем. Что происходит? Этот набор данных мозаики, он ссылается на исходные растры, но они уже между собой объединены, то есть, в конфигурации. Дальше мы можем с этим набором данных мозаики, в принципе, оперировать всяческим образом через окно анализ изображений. Ну, например, здесь мы вызываем дополнительную кнопочку функции. Это дополнительные инструменты по обработке растров, которых большое количество. Например, нам надо вырезать по границам региона. Мы выбираем shapefile с границами, говорим, используя геометрию. И, пожалуйста, наш исходный растр вырезался. При этом, вот этот растр fang, с именем fang, он не сохранился на жестком диске, как еще один большой объем. И мы видим, что он достаточно быстро прорисовался. А это просто растр в некоторой виртуальной памяти компьютера. Соответственно, это первый вариант, который мы сделали. И мы поверх этого еще давайте к вырезанному растру еще добавим функцию. Например, нам надо показать эти данные в инфракрасном диапазоне. Добавляем функцию extract, то есть выделить определенные спектральные каналы. И мы видим теперь это в инфракрасном диапазоне. Ну, вы скажете, как-то сложновато, да, там лезть в функции, в общем-то, настраивать. С одной стороны, да, но если у вас один специалист этими знаниями обладает, он дальше, вот настроив такие варианты, он может эти функции сохранить в виде шаблонов. То есть один раз вы попробовали, сработало. Так, сейчас. Дальше вы эту функцию, вы проверили, что она работает, вы можете экспорт как template, да, ну, по-русски это будет экспортировать как шаблон, сохранить как? Это будет некоторый XML-файл, мы его сохраняем, ну, я их уже сохранил ровно такие. И что мы дальше делаем? мы проверили, что они работают. Дальше мы берем нашу мозаику, вот она, правой кнопкой мыши, свойства, и здесь есть ряд вкладок по настройке этой мозаики, есть, ну, как бы шаблоны по обработке. Добавляем эти XML-шаблоны. Так, это заново, мне надо из папочки. Так. Вот они у меня два, добавляю. ну, и давайте какой-то будет по умолчанию применяться, например, клип сразу, чтобы он вырезался по границе. Все, теперь, собственно, вы передали это на другой компьютер пользователю, там, публиковали на RGIS-сервере, этот шаблон доступен, то есть, перетаскиваем изображение, автоматически оно было обрезано по границе. А дальше пользователь, в принципе, если захочет, он может через правую кнопку мыши свойство выбрать, какой он шаблон использует. Он, допустим, решил, что он хочет использовать инфракрасный шаблон, то есть, в таком диапазоне удобнее работать. Он выбрал. Может отключиться и перейти в отображение полноценной картинки. В общем-то, все это ему доступно. Также ему доступны и все инструменты, то есть, если он навыками обладает, он может здесь это выполнять самостоятельно. И подчеркну, что это выполняется на лету, вам не надо промежуточные файлы хранить на компьютере. Так, здесь чем еще удобна мозаика? Например, смотрите, у вас может быть какая-то геофизическая съемка, состоящая из отдельных маленьких кусочков. И вам приходится их вот так добавлять на карту отдельными растрами. Я видел примеры, где по сотне таких кусочков, надо было добавить в проект, чтобы отобразить. Совсем неудобно потом по ним перемещаться. Соответственно, это также можно все эти кусочки слить в единую набор данных мозаики. Во-первых, видны сразу границы, а во-вторых, каждому кусочку у нас есть атрибутивная таблица. Что это нам дает? Это нам дает возможность атрибутивной выборки. Мы можем добавить здесь, например, дату съемки. И теперь мы можем работать с этими данными так же, как с векторными данными, например, выполняя какой-то definition definition query. Давайте дата равна все, что нас интересует за эту дату. Вот видим тот кусочек, который касается конкретно этой даты. Соответственно, можем так быстро фильтровать старые данные, новые данные. И дальше мы набор данных мозаики можем опубликовать на Argus сервер как сервер с изображений. И вот все, что мы делали в дестопе по применению шаблонов, интерактивной настройки визуализации, все можно будет делать через веб-браузер. Сейчас я покажу только один маленький примерчик, что мы опубликовали эти кусочки и теперь мы используем шаблон WebUp Builder с инструментом поиска можем сделать например поиск по нашей базе расторов организации то есть они опубликованы в виде сервиса изображений запускается инструмент поиск здесь давайте я сейчас скину настройки нам надо выбрать территорию которая нам интересна давайте ее отрисуем и он сразу показывает превьюшки этих кусочков которые попали в этот экстенд в общем-то можем добавить их на карту если они нас интересуют сразу добавлять их как бы как в корзину типа того переходим в корзину говорим где мы под каким именем хотим сохранить допустим вот нам нужны эти кусочки именно для работы вебмэп там в основной папке так здесь тоже надо прописать и у нас сейчас создается сборка веб-карты где добавлены именно выбранные нам кусочки данных космосъемки можем на нее перейти сейчас она подгрузится так как мы работаем я показываю примерно вебобилдере то это как бы все внутри портала у нас происходит так вот вот мы выбранный кусочек получили дальше поверх него можем добавить какие-то векторные данные и как я говорил мы можем работать с этим изображением так же интерактивно например взять и поменять отображение например переключиться в инфракрасный вариант чтобы там растительность отвекторизовать более удобно или там водоемы или нам не хватает растяжки мы можем задать улучшить визуальное качество перебор таким вот образом это происходит то есть набор данных мозаики если с ним разобраться очень интересный формат хранения растерах ну и если вы используете растер в виде базовых карт то просто да то есть вам не надо никакого анализа по ним проводить вы хотите их как подложку использовать то я рекомендую их кэшировать для этого инструменты есть как на сервере так и в десктопе соответственно кэширование занимает некоторое время но зато у вас получается очень быстро еще быстрее чем с пирамидами отображение отображение ваших вашего снимка единственный нюанс когда вы кэшируете данные вы теряете все спектральные характеристики то есть разного вида спектральный анализ переключение между каналами вы производить не сможете у вас будет как в яндексе просто картинка с космосъемкой или там с другой съемкой вот на этом все спасибо за внимание единственное что хотел еще сказать если вас эта тема интересует волнует и вам не хватает знаний то у нас есть курс такой в учебном центре по ДЗЗ пару лет назад по-моему мы его запустили 26-27 сентября это ближайшая дата проведения этого курса может быть кому-то будет интересно это ссылки на справку по тем темам которые я вам рассказывал когда получите презентацию можете пройтись посмотреть ну и всем спасибо за внимание